Друзья, не секрет, что моя самая главная ценность — это семья. Я обожаю проводить время с близкими. И вопрос, где жить с семьей, на самом деле, становится очень актуален. Ведь напрямую влияет на наш общий комфорт. После появления ребенка мы еще больше прочувствовали, что хороший, продуманный до мелочей дом и есть залог семейного уюта и гармонии. Но как сориентироваться в этой теме, если ты совсем не спец в этих вопросах? Тогда важно положиться на профессионала. Такого как Level — это надежный застройщик, который сдает проекты в срок и даже раньше. А главное — учитывать в своих проектах все те детали, которые будут иметь большое значение для вас и вашей семьи. Сегодня я приехала посмотреть один из проектов девелопера Level Prechalny. Сразу заметила, что все продумано до мельчайших деталей. Удобная локация, престижный район, хорошо во Мневнике. Близость к культурным и спортивным центрам. И к метро до станции Шелепиха всего 7 минут. Рядом парки и Москва-Сити. Очень привлекает и хорошая образовательная среда. Рядом 50 детских садов, 6 из которых в пешей доступности. Две школы поблизости и еще около 20 в пределах 5-15 минут на автомобиле. Не может не радовать богатая внутренняя инфраструктура. Закрытый зеленый двор с разными зонами для работы и отдыха. О детях, конечно же, тоже подумали. Во дворе установлен большой детский комплекс с пляжем-песочницей. Я представила, как круто тут гулять с Анюткой. А главное, молодые родители особенно оценят, что все рядом. Свой торговый центр, магазины, аптеки, рестораны и многое другое. В конце концов, даже виды из окна притягивают взгляд и вдохновляют. Меня особенно впечатлили виды на реку и Москва-Сити. Первые два корпуса в Левел Причальный уже сданы и ждут своих жителей. Доверьте Левел строительства идеальной для жизни квартиры для вас и вашей семьи. Подробности по ссылке в описании. Ребята, всем привет! Новый день, новый блог. Продолжение... Ну, нет, это не продолжение, это новый блог. Но вчера я тоже снимала блог про то, как разбираюсь дома. Такой домашний был. Сегодня, наверное, в течение часа, если не больше, Слава выносил мусор и шмотки, которые я собрала. На самом деле, я что-то собрала, что хочу оставить на даче у родителей. Что-то для Ани, типа каких-то балденчиков, одеяльцев, бельонок. Потому что у нас дома этого, например, очень много. И не хочется постоянно с собой это возить, пусть будет на даче. Мы долго очень выходили, сегодня очень плохо спали. Мы едем на дачу. Кстати, первый раз едем на дачу на этой машине. Какой у нас план? Сначала сейчас приезжаем на дачу к моим родителям. Там тусим. Ночуем. Просыпаемся, едем на дачу к нам, где я не была компетс как давно. Я хочу посмотреть, что у меня там из одежды есть. Из летней одежды, потому что мы скоро улетаем. Я уже это говорила. Я почему-то, кстати, нигде не рассказываю, куда мы улетаем. И, собственно говоря, хочу посмотреть, какая там у меня есть летняя одежда. Купальники какие-то, возможно, что-то такое для пляжа. И вообще хочу посмотреть, как там дела на даче обстоят. Подумать. Не знаю, хочу снять дом на видео. Зачем-то такое, знаете, не для влога даже, а просто, чтобы сидеть иногда дома, думать. Может быть, я отправлю дизайнеру, чтобы она тоже подумала, как можно было бы там что-то сделать. В идеале туда нужно вызвать замерщика. Не потому что я думаю делать какой-то супердорогой дизайнерский ремонт на даче, а просто для того, чтобы... Короче, вот Лиля, она же архитектор еще. И вот для того, чтобы просто, например, она бы посмотрела и сказала, как там можно сделать все более грамотно. Но это тоже такой сложный момент, потому что я не понимаю, где что можно ломать, где что не нужно ломать, какие сены, например. Но хотелось бы, конечно, как-то иначе все сделать. Погодка хорошая. Не стали, кстати, брать коляску, потому что на даче у мамы есть коляска, которая Сашина, вот моего брата, старая, но такая, что брату уже 12 лет будет, получается. Ну что, может вызовем туда замерщика как-нибудь? Или в пень это все? Все равно было бы неплохо знать. Короче, ладно, что об этом сейчас говорить? Это просто такая, знаете, тема, которая меня очень беспокоит. Я, бывает, засыпаю всей этой мыслью, просыпаюсь всей этой мыслью. А тут недавно я подумала о том, что вот постоянно мы живем так, что, знаете, стараемся улучшить условия жизни. Ну, в плане сделать хороший ремонт, купить квартиру побольше, машину получше, не знаю, отложить денег на старость, условно. Типа подумать о том, что мы будем делать в старости, как мы будем жить в старости. И иногда я думаю о том, что, блин, надо жить здесь и сейчас. Может быть, чаще путешествовать. Типа тратить деньги на то, что сделает тебя счастливым здесь и сейчас. Короче, я постоянно, знаете, вот... Борюсь с этим. Потому что, с одной стороны, мой мозг у меня только говорит, так, что мы будем делать в старости? Мы должны, как бы, условия хорошие подготовить. Грубо говоря, сейчас не растрачивать деньги направо-налево, там, даже на те же путешествия, не раскидывать вот так вот, да, не летать бизнес-классом и тому подобное. А, например, лучше взять, отложить деньги, может быть, купить какую-то квартиру, помещение, ну, что-нибудь такое, знаете, чтобы потом... Кто знает, как жизнь сложится, чтобы потом были деньги на ту же старость. А потом я думаю о том, что... А когда жить-то? Жить-то когда? Типа то, что здесь и сейчас сделает тебя счастливым. И я вот понимаю, что мы постоянно в этих ремонтах живем. Реально. Постоянно. То у нас ремонты, то у родителей ремонты, там, то на даче у Слава ремонты, то на даче у моих родителей ремонты. Вот сейчас мы хотим у нас на даче ремонты. Это бесконечные ремонты. И с одной стороны, это нормально, потому что тебе хочется, ну, как бы жить лучше, качество жизни улучшать, качество условий, где ты проживаешь, тоже улучшать. Это нормально и понятно. Вот я, например, знаю, что меня счастливый, ну, как, я и так счастлива, но еще более счастливый сделает то, что я перееду в новую квартиру, у меня появятся гардеробные. Ну, то есть мечта сбудется. И я очень этого жду, конечно, очень об этом мечтаю. Также я знаю, что мне сделает счастливый хороший ремонт на даче, что мне будет туда приятно приехать, знать, что у меня там все красиво, все чистенько, ниоткуда не дует, ребенку не холодно, ванна хорошая, не старинная. Ну, вот даже я не знаю, как нам у нас на даче купать Аню, например, потому что там ванна вообще. Конечно, я ее могу отмыть разными средствами и так далее, и ничего на самом деле с Аней не случится. Дети вообще там в лужах любят потусить. Это все понятно. Но просто, знаете, вот, мне хочется, чтобы были хорошие, ну, лучшие условия для ребенка в том числе. Интересно это все. Поэтому даже с этой точки зрения, да и для себя тоже, я просто думаю о том, что вот наши родители тоже в сути всю жизнь в этих всех улучшайзерах, ремонтах и так далее, чтобы сделать жизнь наших, ну, жизнь своих детей, типа, нашу жизнь лучше, комфортнее, типа, для детей, для себя. И так же, как и мы тоже. Все время вот хотим все это улучшить. Кажется, что на это очень много времени уходит. Ну, и денег, конечно. Ребята, мы приехали на дачу, где мы не были вообще, капец, как давно. Ну, ты не была. Ну, да, я вообще очень давно не была. Слава Богу. Я повернула Нютку, когда мы уже сюда заехали на территорию. Сейчас чихну. Блин. Я как сюда в своей любимой бомжатской шоке. Короче, мы уже поспали на даче у родителей моих. Поедешь на шоке. Вчера посидел в банке. Попарились. Ты что смеешься? Ручку показывает, Анютка. Так, ребята, мы приехали на дачу. Посмотрите, что тут. Все поменено, перекручено. Где-то бегали крысы, где-то они подыхали, их кишки взрывались. Ты ее плачешь? Да, конечно. Ты на кровать посадил? Надо было на диван посадить. Зачем на кровать-то? Так, может, рука отвалится? Я пока не понимаю, как нам быть, потому что дома не скажут, что жара. Сейчас посмотрим, что тут вообще. Тут, конечно, прям даже обувь неохота снимать. А ты снял лотинки? Я, наверное, прям в обувь буду ходить, потому что тут прям вообще... Ну и раздеваться, конечно. Типа, да, в футболке не разденешься. Не знаю, как с Анюткой быть, потому что ей будет прохладно в том костюме, в котором она... А что у меня тут теплого еще для нее есть? В этом же она не будет сидеть. Включилась какая-то херня. Так, что у меня есть из одежды? Анчоус. У нас тут везде, оказывается, отрава разбросана. Красивая. Поэтому у Вилы придется сидеть. Ну, собственно говоря, как и ребенка, тоже на обувь не положишь, понятное дело. Хотя поржу, как мамочка. Ну почему вы не положите ребенка на обувь? Она у вас постоянно на руках. Ну, пусть поползит. Ну, подумай, красивая отрава. Нет, здесь нельзя. Да, конечно, нельзя. Даже если бы не было крыси на траву. Нам надо приехать здесь генеральную курку сделать. Да ремонт! Надо сразу приезжать делать ремонт. Так, мы пойдем сейчас смотреть, что там. Да как? Вива, сиди. Нет тут никакой дохлой мышки. Нет. Вон, смотри, как я там все за это... Замуровал. Замуровал. Вот это вот прогрызть вообще не проблема. А, ты мне же фотку присылал. Да. Это все в пене. Там такая огромная дыра. Я так предполагаю, что за этим... За антресолью... Ага. За шкафом. За шкафом. Еще есть огромная дыра, которую замазать только если шкаф подбегать. Сто пудово. Вот. А это вы батареи делали, поэтому тут все так раздвинуто. Да, ну конечно. И дырки затянули. Учитывая, что отопление на минималке, я не сказала, что мы попьем холодрый дом. Не, ну это мы в одежде, и нам нормально. Ну все равно. Я бывает дома примерно так. Не, здесь эта комната вообще самая теплая. Здесь вообще можно... Ну слабо утушить спальню. Да. Типа здесь всего хватает. А вот там чуть-чуть. Блин, ребята, тут не было... Даже не знаю, месяца... Сколько? Полгода, блядь. На второй, Саш, лучше не поднимайся. Я поднимусь, мне интересно. Что думаешь, там кишки прям, бои крысиные? Говно крысиное? Да, там вообще же есть, да. Ты гонишь. Реально? Угу. А что там? Не видишь. Ну ты же крыс дохлых выкинул? Дохлых выкинул, да. А есть какие другие еще оставлю еще? Нет, там крыс нет. И я думаю, что вообще не факт, что сейчас здесь вообще в целом есть крысы. Анют, ты помнишь этот дом вообще? Анютка здесь была, когда не знаю, сколько их было. О, у меня тут еще есть эти, вкладыши в бюстгальтер. Я уже ими давно не пользуюсь. У меня теперь страх, что оно все погрызенное. Даже не знаю. Трэш. Анют, ты представляешь, непонятно, что тут вообще было? Крысы тут бегали. Когда газы хотел включать, было вообще... Когда? В карантин? В карантин? Нет, когда мы здесь делали батарейки. А, все хорошо было? Да, с газовым котом вообще было по-хайпу. Я, кстати, вообще не видела, как батареи стоят. Вот новая батарея. Слава что-то все без нас сделал. Не, ну на самом деле, конечно, здесь можно жить и без ремонта. Ну, в смысле, просто все отгенералить супер-пупер. Так, ребят, Аня поела. И сейчас мы готовы подняться на второй этаж, чтобы я увидела какой-то трэш. Тут было месиво крысиное, и Слава говорит, что это просто, типа, пиздец. Ну, я не понимаю, о чем ты говоришь. Сначала снимаю с себя и свою реакцию. Куда идти? Давай я тебе сниму. А моя реакция? Ну, ты иди, а я выйду. Куда идти? В ту комнату. И уже ли там кровь, мясо, зай? А почему ты это не убрал? Это взорвалась крыса? Нет, ты чего. А что это? Это специальная отрава. Ну и куда смотреть-то? Где трэш-то? Я думала, это кровь. А что, для тебя это не трэш? Слушай, а травы и кишки? Ну, разные вещи. Не, кишки, конечно, я бы не оставил. Ты чего? Анюка. А зачем ты прям накрываешь? И что, они подохнуты? Это не я, ты чего? Это они сами переносили. А траву? Да. В смысле? Вот они сами ее переносили. А где она была насыпана? Она была насыпана на листочке. То есть они ее жрали и перенесли туда? А зачем? Ну как, вкусненькая же. Она вкусненькая? Ну для них, да. А где они? Они же там сдохнуть должны были, раз они переносили. Не, они как сдыхают. Эта отрава не сразу убивает. Она типа... Это плохо. Но они же где-то, значит, валяются мумии. Вонючие. Мумии валяются. Вот тут, короче, дохлые мыши валялись. Вон у нее отраву накидали. Я подумала, это мясо. Я подумала, это кровь. Ну вот это во Влоге так и напишешь. Красивное мясо. А этот, помнишь портфель, про который я говорил тебе? Помнишь про портфель? Ну. Вот он был здесь. Рассказываю историю. Дай мне, смотри, привозит Слава портфель на дачу. С этой дачи на другую дачу. Начинает что-то там рыться, его чистит. И достает какой-то сухой кусок, типа, и несет в мусорку. Я сразу понимаю, что это, блин, мумия. Я думала, это просто какая-то жрачка. Типа засохшая бутерброд, блядь. Засохшая какая-то хрень. Я подумал, ладно, выкину ее. Но там... Оказалось, это была засохшая, это, мышь. Сейчас еще мышка пойду, блядь. Я уже боюсь, реально. Да она тебя боится больше. Мышь, пошла отсюда, Лила. Блин, как же я это бросила. Блин. Прям плакать хочется. Откуда же они берутся сухи какие-то? Какая-то дырочка есть, куда-нибудь. Ну и что с этим делать, оставить так? Приедем, уже будем делать уборку. Сначала я отдохну. В арабских мероприятиях поражали. А потом подумаю про уборку. Я боюсь, шкафчики отправишься. Мне кажется, тут кто-то выскочит. Мы сюда приехали еще чемоданы взять. Вот как мы их сейчас возьмем? Они подали кровати. Это шмотки Ани, которые ей малы. Какие-то игрушки, не игрушки. Что-то тут только нет. Там, как будто кто-то что-то придет. Или меня... Какая-то паранойя. Расширение для кровати, картины. Тут пи***ц. Вон там чемоданы, которые нам нужны. Я туда пью свой кофе. Надеюсь, мышки уже еще не успели его попить. Молодецки. Представляете, мою боль вообще? Я этот дом... Ну, вы смотрели влоги еще, наверное, сколько? Год назад. До того, как я Анюткой забеременела. Как раз, когда мы здесь жили. Представляете, как я тут все ухаживала. Убиралась, смылась. И потом просто вот этот адский приколдес с мышами. Они просто... Просто оккупировали этот дом. Все здесь засрали, засали. Я не знаю, что они тут делали. Я в шоке. Зато как красиво на улице. Посмотрите, сколько снега. Вообще такого не помню. Давай я снимаю. Возможно, оттуда выскочит мышь. Может, она там в моем свадебном платье примеряет. Ну как? Говна не вижу. Вроде никто на меня не выскочил из-под кровати. Я такая смелая, пока не увижу мышь. Они закрыты. Вот это все закрыто. Они, видимо, сюда не добрались. Оставь открытым. Давай я что возьму? Подожди. Посмотри, у нас еще здесь есть чемоданы. Нам же много надо. О, тут как будто свет раскочегарился. Кто? Свет ярче стал. Вон там, видишь? В самом далеке. Третья два черных? Да, и вот один, который ближе к нам, он, по-моему, прям хороший чемодан. Короче, мы вообще сюда на дачу приехали для того, чтобы проведать обстановку. Взять чемоданцы. Потому что мы поедем в путешествие. О, смотри, а с этим чемоданом даже путешествовали уже. Нет, вроде, да, говна там при синее? Что, еще берем что-то? Ну да, нам же еще нужен чемодан. Кукумбирь. А? Что свящая мяня? Под кровать закидывай. И вот эти все пакеты тоже давай туда закинем. В безопасную зону. Туда прям вглубь. Чтобы тут поменьше валялось. Сладом у нас снизу тоже принести. Чтобы не соблазнять этих мышей вонючих. И тут мышь бегала по кухне. Да. Короче, вот здесь пробежала вот такая хитрожопая крыса. И спряталась за микроволновкой. И... А со мной был рядом ржавый. И я его сюда положил. Лови ее. Он сам ее боялся. И она, короче, вот туда заныкалась. И ее фиг оттуда вытащишь просто. Так, ну, во-первых, покажи кусок говня. Такой ты командир. Это просто... Мне даже еще нравится. В комментариях будут с этим контент, который мы заслужили. Смотрите на детской кроватке. Вот две какашки. Да три, наверное, даже. Мамма миа. Я иду на миа. Я в вахере просто. Давай мне ее, а ты давай занимайся этими делами. А еще, я думаю, коляску в дом может загнать. Да и ничего там не будет. Да? Приватимайте. Там безопаснее от мишей. Смотри, тут и твои плавки. Платье какое-то. Я вообще в такое врезу интересную? Или херстно уже? Ну, что, возьмешь просто целый ящик? Да ты что? Дел первый шинит. Ты что? Тут у меня полным-полно классных купальников. Например, вот этот. Это тебе. Да, я вот именно в этом. Натягивается? Да, да, да. Это мы по приколу взяли. Цель пришла красная. И кофты класс. Стоп. Ой, да. Плавать даже так. Так, во-первых, мне еще новых должны прислать. Классно. Тоже я совсем все уж грозить хочу. Интересно. Ну так, не, не скажешь, что пахнет сыростью. Где? Вещи? Да. Они такие тоже, типа, прохладные. Так, влезу. А вот в этом платье Слава мне сделал предложение. Да, именно я в нем тебе сделал предложение. Слева. Я вчера ночью, кстати, или позавчера думала о том, что мы с тобой свадьбу организовали за полтора месяца. Это охереть. Ты мне в июне сделал предложение. А в августе мы уже поженились. Круто. Не, это бомба. Я считаю, так и надо. Чтобы не растягивать это удовольствие. Единственный минус, я не успела долго побыть в статусе невесты. Что у меня тут? Надеюсь, не крыса какая-нибудь. Ты какая-то шарфовная кое-что. Смотри, это закрывай статки, да? И подушки вот эти сверху. Какие подушки? Мы-то можем шопинг делать. Но вообще, вот эта рубашка хорошая. Зачем делать какой-то шопинг? Давай тут тоже откроем кровать. Мне не сложно. Да как не сложно, у тебя шея больная. Мне она... Нормально, конечно. Так, там тоже говно крысиное. Ё-о-о-о-о. Да, там дофига крысиного говна. Прям много. Закрываю. Блинский. А вот они сюда как залезли, интересно? Может, там и крыс какая-нибудь в этом... Может, я проверять не очень сейчас хочу. Да, не надо сейчас. Я просто думаю, куда вот это убрать? Надо в шкаф куда-то запихать. Ну, что оно тут лежит? Во-первых, я все это могу запихнуть на второй этап. Запихунь. Запихунь. Все, поедем, да? Анютке поменяем подгусы, погнали. Ладно, будем дальше разбираться. Ну, просто берем то, что взяли и поедем. Так, мы вышли на улицу. Хочу поснимать, как тут красиво. Такая зима. Вообще. Смотрите. Сколько снега. Мне кажется, у меня только в детстве столько снега было. Возьмешь мою сумочку? В детстве тут и делали горку. Нам дедушка, бабушка. Какой воздух. Вообще тепло на улице. У меня даже руки не морозятся. Ну, потому что нет минус. А, минус один? Сижок такой красивый. Просто хочу снять эту красивую зиму. Это дом. Со снегом. Атмосферно так. Анютка спать хочет, скажись. Какой воздух, блин. Как же здорово здесь. С такой погодкой. Анютка, ты хоть смотришь? Смотрите, сколько снега. Я в шоке. Какой снегопад. Какой снегопад, капец. Как там наши туи вообще? Я в шоке. Блин, ну скажите, в прошлом году такого не было. Анют, посмотри в камеру. Понял это? Я поняла. Да, какие вообще хлопья. Зато красиво как. Блин, я в шоке от этой красоты. Как красиво. На фоне гаража хорошо видно, какие хлопья большие. Так, девчонки, мы уже дома. И мальчишки. Анютку искупала. Сама, конечно же, не умывалась. Ничего вообще. Вот. И покажу, какой трэш у нас всегда творится, когда мы приезжаем. Тут у нас куча вещей. Это уже какие-то разобрали. Заезжали к моей бабушке. Взяли вкусных банок. Садочками. Любимыми. Вот тут вообще трэш. Смотрите. Просто всё это надо разбирать. Но это не всё мы брали с собой. Что-то я сняла с ушки. Короче, капец. Зато Анютка была так рада вернуться домой к своему игрушечкам. Тут уже играла, сидела. Ребята, всем привет. Продолжение блога. Сегодня ко мне в гости приехала одна девочка, на которую я давно подписана. Смотрю её рилсы. Ну, сначала ты в ТикТоке, да? Начала так прям. Ну, в ТикТоке у тебя дофига, да, подписчиков? Я просто тебя вот именно с рилсов вот так вот смотрю. Три с половиной миллиона. Три с половиной миллиона подписчиков. Блин, какие темы. Короче, это Рушано. Приехала ко мне в гости, значит. Да. Я сама позвала, пригласила. Да, посмотрите. Привезла мне вот это. Ты привезла ребятки. Короче, друзья, я в гостях у Юли. Притом, я хочу сказать, что я Юлю давным-давно смотрела. И тут она мне пишет такая, типа, а приезжай ко мне, поснимай. И я такая, чего? И вот я у Юлечки пушман дома. Поэтому мечтайте. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Будем сегодня снимать. Да, я как всегда, я проводила Славу с Анюткой на прогулку. Напялила себя, что успела. Просто еще курьера встречала. Ну, короче, как всегда, вся потная в мыле. Блин, смотрели, что-то насчет грязных, потных. Я, короче, надела новые штаны. Они прям были новые. И я показывала, короче, я говорю таксисту, пожалуйста, чтобы машина была чистая. Я как бы, ну, в гости. Классному человеку еду в гости. Сажусь. И такая, думаю, блин. Ну, короче, вот такие дела. Да ладно, господицы. Прикинь, сейчас Юля только приехала, бичула в баку. Бабжиха привезла. Какой-то грязный, понимаешь, подобрала. Я почему написала Рушань? Я смотрю твои тиктоки. Тиктоки. Рилсы. Ну, тиктоки, да. По сути. Рилсы. И мне очень нравится, мне откликается твой юмор. То есть для меня это вот прям важно. Мы сейчас как раз болтали об этом, что вот так вот просто кому-то я бы не стала писать, чтобы более звать в гости. Вот. Я просто, ну, не знаю, короче. Это очень приятно. Потому что, а я сказала, вот у меня, во-первых, короче, они сейчас если скажут, что я странно говорю, прикинь, я вот этот подбородок вот так скрынула, и у меня расслабилась нижняя губа. Давай. Я Юльку смотрела очень давно, ребят, чтобы вы понимали, когда она училась в школе, я даже помню эту вот старую комнату. Ага. Я помню, как только это вот, ну, ты одна сначала снимала, а потом, только ты начала с Каины сейчас снимать, а потом вот эти вот приколы с шариками, а к тем вот это вот вот, братский, да? И вообще я никак не думала, что я вот буду вот здесь вот сидеть, поэтому мне очень приятно, что Юлька меня пригласила. Это прям, знаешь, это вот говорит о том, что ты очень приятный человечек. Ну, не зазнавшись, знаешь, ну, такая обычная наша девушка. Ты кто по национальности? По я-то не говорю. А, реально? Ты скрываешь? Угу. Ну, это моя, знаешь, что? Фишечка. И Юлька. Ну, моя. Ну, за кадром ты расскажешь? За кадром расскажу. Юлечка сегодня будет в амплуа стюар. Да, сэр. Ай, мне не жаль, наверное. Это тоже так интересно. Это ведь реально твоя профессия? Да, я реально летала. Уже не летаешь? Уже не летаю. Уже четыре... Вот в этом году, в сентябре, будет ровно четыре года, как я не летаю. В день в день только летим. Интересно, я вот сколько на тебя подписана, мне всегда кажется, что ты летаешь, что ты реально действующий, ну, стюарнез, но просто иногда в свои выходы условно. Я что-то снимаю, да? Да, да, да. Очень много людей мне пишут, Рушана, скажи, пожалуйста, габариты ручной клави. Я говорю, я не знаю, ребят, всего хватит. Где себя можно встретить, на каком самолете, там и так далее. Я такая, ребят, уже четыре года. Ну, это прикольно, на самом деле, мне очень приятно, что до сих пор за мной идет этот шлейф, хотя раньше я хотела прямо от него отмыть, потому что я не хочу быть бортпроводницей для вас, все, хватит. Это уже пройденный этап. Что нифига подобного, не нужно забывать истоки, да, собственно, с чего мы начали. Я юморист. Я юморист. Посмотрим вообще, какая я стюардесса у вас. Может, я по габаритам там не прохожу. Так, я сейчас не знаю, есть ли здесь все. Потому что я просто вот так вот все собирала. Сколько получается у нас образов авиакомпании? Четыре авиакомпании. Там вообще будет одна нестандартная штука. Луки, парни, это прикольно. Ваш видосик с Региной вообще. Это вообще не... Это вот какая-то вот, наверное, кадетская, да, что-то такое детское. Но я нашла, и перевер... Вот так вот переворачиваешь, и типа, это приводка. Вообще супер. Спасибо. Выкручимся, как можно. Смотри, я сегодня купила себе... Луи Виттон. Луи Виттон. Да. Вот здесь вот у меня платочек. Так, как ты относишься к парикам? Нормально, вообще, с удовольствием. Я за любой движ. Если честно, я даже немножко волнуюсь снимать... сниматься в таком ролике, потому что я даже ходить не умею. Как там это? Там же правильно, надо ноги чак-чмяк-чмяк. Я так никогда не ходила. Я не умею сама это делать, но у нас это получится. Не, я как-то не умею. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Пожалуйста, располагайтесь. Ваше пространочное место. Значит, один в полёте вам будут предоставлены алкогольные напитки. С нами сегодня старший бортпроводник. Добрый вечер, Команди. Итак. Я ещё не при параде. Оно вот прям вот так вот двигается, да? Я просто удивляюсь технологиям у блогеров, понимаете? Всё равно нормально будет. Мне кажется, похоже. Ну-ка, посмотри на меня. Ты должна была быть секси, юно. Поближе. Вот ещё рот приоткручу. Блин, да вылитая, вообще. Честно. Очень похоже. Друзья, ну вы знаете... Напишите потом комментарии хорошие и лайки, чтобы Рушана не пришла. Что я похожа. Вилли ты. Нет, на самом деле, вы вот так вот смотрите, ребят, но за всем этим такая огромная работа стоит. Они не верят. Слушай, я вот в подкасте у Луизы рассказывала, что очень тяжело бывает снять короткое видео с макияжем. Мы снимаем его пять часов, ну вот где до и после, поняла? И кто-то написал... Типа... Сложно? Типа, блин... Сложно? Блядь, пять секунд расплют, ребят. Вот это труд, конечно. Вот это, конечно... Блин, знаешь... Но люди не понимают. Слова не сценивают. Люди не понимают. Нет, я с вами согласна. Это прям очень тяжело. Вот даже, знаешь, вот хоть меня и хейтят, конечно, за то, что у меня там маленький словарный запас, и неинтересная. Я отчасти с этим согласна, потому что я когда думаю о том, что я бы хотела дать интервью, я всё время думаю о том, что, ну, это интервью должно быть реально классным, наполненным. Меня бывает приглашают куда-то, и я отказываюсь, потому что я понимаю, что я ничего нового не расскажу. То же самое, как мне вот Луиза даже, вот подруга, говорила, типа, давай запусти там курс, например, про то, как там пользуются инстой, ютуб. А я говорю, ну, зачем, этого уже так много, и теперь я ничего нового не расскажу. Но на самом деле есть количество людей, не знаю, насколько большое, кто вообще не умеет, ничего не понимает и не в курсе, так что... Конечно, Юля, ты что! Знаешь, вот лично у меня есть девочка знакомая, чтоб ты понимала, она запустила свой курс по рилсам и так далее. И я с ней разговариваю, просто я вот познакомилась с ней вот в моменте, мы с ней общались, и она такая говорит, вот, мы запускаем курс, у меня там рилс там выстрелил один за другим. Я говорю, что для тебя выстрелил вот рилс? Она такая говорит, ну, тысяч пятьдесят, там, сто тысяч. И я вот такая смотрю, я говорю, и как у тебя продаются курсы? Она говорит, да, хорошо, вот мы второй поток запускаем. И я такая, кое-кто лох! Да похоже! Похоже! А знаешь, у меня ещё такой дикий синдром самозванцев? Этот влог откровенней сейчас будет. У меня вообще жутчайший синдром самозванца. И я такая даже с подружкой в сутки говорю, я такая, блин, прикинь, Юля зовёт, типа, поснимай. А как мне себя вести? Так же, как в инстаграме веду. Или как я себя веду в жизни, потому что это два раза человек у меня вот... У тебя такое, да? Да, вот, когда камера включается, я могу там что-нибудь там подурить как-то. И она такая говорит, ты что? Во-первых, Юля, ну, типа, вообще красотка, что тебя вообще вот домой позвали? Я такая, да. Она говорит, во-вторых, не переживай, раз, ну, типа, она пригласила тебя к себе, это значит, что... Всё норм, можно расслабиться. Да. И я такая, ну да, ты права. Я просто недавно поняла, что у меня есть комплексы, которые мне, наверное, навязали подписчики. Это тоже влог откровений. Типа, знаешь, у меня всегда чувство, что я хуже всех одета, что я самая неинтересная в компании, что у меня хуже всех, там, не знаю, макияж, прическа, то есть я самая не смешная. Вот у меня всегда почему-то, я не помню, у меня раньше такого не было. Я, знаешь, вот даже ты приходишь и так вот как будто восхищаешься. Ну, как, не то, что восхищаешься, может, это громко сказать, но такая прям вот, типа, Юля, типа, блин, я тебя там знаю, вообще так рада с тобой познакомиться. Я думаю, ничего себе, она рада со мной познакомиться. Ну, типа... Тимуля, со мной? Типа, я что, я что, клёвая, что ли? Ну, короче, это вот такое, знаешь, странное чувство. У меня раньше такого не было. Раньше я думаю, ну да, я прикольная, ну да, я весёлая, классная, со мной хотят там дружить, познакомиться. И вот в какой-то момент что-то изменилось, и у меня постоянно чувство, что я, ну, типа, вообще неинтересная, я не классная, ну, типа, что вообще кто-то там хочет со мной сфоткаться. Ну, то есть раньше это было настолько обыденно. Вот так. Ну, может, потому что раньше, скажи, вот эта вот тусовка, опять же, была... Я была более активным блогером. Да, что-то куда ходили, что-то делали, создавали. А сейчас, как будто, ну, у тебя семья, от этого никуда не деться, и это имеет место быть. Опять же, по моему опыту, я раньше тоже такая, типа, о-о-о, прикольная, как только вот в эту тусовку вошла. Да, но сейчас я какая-то стала асоциальна в будущем. Я такая в своем домике, все сама, и это очень сильно влияет, когда ты сидишь дома, там, да, сама с собой наедине. Ну, это правда. Ну, и люди злеют, как будто бы стали, не знаю. Покажем попозже, уже когда войдем в вкус, и я научу их ходить. Посмотрите, какая-то женщина роскошная. О май гааааад. Блин, вот это что? Это что за олеоли? Шашлыки есть у вас? Ну, прям топ. Хочешь длинные померить? Боже мой! Ну, давай, если мы надеваем парики, обе надеваем парики. Ну, ты выглядишь, конечно, вообще роскошно. Мне очень нравится этот образ. Ну, я вижу не так плохо, как в том парике. Но комичнее, конечно, мне в том быть. Поэтому еще просто не прилично. Ну, давай я буду в том, чтобы покомичнее было. Потому что я, может, эмоциями не смогу так смешно сыграть, как ты играешь. Давай. Просто соглашусь. С париком я буду просто смешной. Блин, я похожа, знаешь. Помнишь, когда я была маленькая, по телевизору показывали то ли футболарно, то ли что. Там была короче сцена, где в кабинете вот такие футболы такие футболы с усами, такие комичные. Ты знаешь, что я пришел? Блин, они типа максимально тупой образ стюардесса. Это просто нормально. Это же нормально. И погнали. Так-так. Кто тут чему-то новенькому научился? А? Аня, он уже за секунду встает у кровати. Как же прикольно, ребята. У мелочки, у малыша это просто мульчание. Как ты так учишься всему? Как ты так с ним учишься? Угу. Так, ребята, сегодня новый день. Вчера мы поснимали с Рушаной. Из-за того, что хотели снять, сняли только один ролик, хотели больше снять, но поняли, что, во-первых, очень много времени потратили на съемки одного видео. Устали, испортили прически, макияж, под конец там уже и брови рисовали, и что только не делали. Короче, такое прям... Попрощаться хотела в этом влоге. И, собственно говоря, сейчас к Ане приедет массажисту, Ане будет массаж. Слава уезжает сегодня на дачу. Мы с Анюткой останемся где-то на 3 дня одни. И я, наверное, тоже буду снимать влог. И думаю сделать, где-то типа 24 часа одна с ребенком. Покажу все, как есть. Хочу даже ночью снимать, когда я просыпаюсь, все кормить, вообще все-все-все вот эти интересности. Вот так он. Так что спасибо всем большое, что смотрели этот влог. Всех, когда целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.